Уже в эту субботу, 7 сентября, по Тверию в парке активного отдыха Гришкина состоится традиционный фестиваль воздухоплавания. Событие приурочено к празднованию Дня Бурашевского сельского поселения. Наш корреспондент побывал на месте предстоящего мероприятия и выяснил, какие сюрпризы ждут гостей фестиваля на этот раз. В прошлом, в 2018 году, фестиваль воздухоплавания по Тверию побил рекорды по посещению. Тогда в течение всего праздника работало множество интерактивных площадок, выставок, сувенирных лавок, фотозон и уличных кафе. В этом году организаторы намерены поднять планку проведения фестиваля на еще более высокий уровень. Для детей и взрослых будет работать парк аттракционов, веревочный городок и скалодром. Также пройдет интерактивная выставка детского технопарка «Кванториум», мастер-классы, научные шоу и многое другое. Но и это еще не все. Посетителей ждет немало сюрпризов. В этот раз будет проходить конкурс элегантности автомобилей и мотоциклов разных эпох. Тут соберется порядка 50 автомобилей, начиная от 20-х годов и кончая в 90-х. И каждый участник, и каждый, даже не только участник, а каждый человек, который придет на праздник, может проголосовать за тот или другой автомобиль, который ему больше понравится. Сейчас в парке Гришкина ведутся активные работы, возведена новая сцена для приема исполнителей. Торжественное открытие дня Бурашевского сельского поселения запланировано на 16 часов. А воздушные шары, которых в этот раз ожидается 11, взлетят в небо в 18.00. Также в программе танцевальное шоу, выступление московской рок-группы и розыгрыш призов. Завершится праздник фейерверком в 10 часов вечера. Приезжайте к нам на праздник, потому что помимо того, что я назвал, и шары, и автомобили с мотоциклами, здесь будет большая обширная культурная программа. Праздник пройдет, как всегда, хорошо, весело и запомнится на следующий год всем, кто на него придет. В общем, лучше приехать и увидеть все своими глазами. Телеканал «Тверской проспект» выступает информационным спонсором программы и также планирует участвовать в мероприятии. Продолжение следует...